Сегодня Государственный архив Рязанской области посещают не только историки и краеведы, но и обычные граждане, желающие выстроить генеалогическое древо своей семьи или узнать из древних документов интереснейшую информацию, касающуюся истории нашего города и области. Здание архива подобно машине времени, прикасаясь к страницам, которым больше сотни лет, можно перенестись в прошлое, погрузиться в события, совершить путешествия по храмам, познакомиться с людьми, которые некогда жили и каждый день проходили по тем же улицам, по которым сегодня ходим мы. Абсолютно любой документ, который хранится в Государственном архиве, отражает историю нашего края. Вот, допустим, это дело, формулярные списки о службе врачей губернии. Представляете, как интересно? За 1842 год. Вот мы открываем формулярный список, своего рода типовой документ, формы бланка, где указывается, кто, какой лекарь, его фамилия и все данные о его службе. С этими документами сегодня может ознакомиться каждый. Конечно, процедура посещения архива довольно сложная. Так, например, совсем недавно запись в читальный зал делалась уже на ноябре этого года. Очевидно, потребность в его расширении появилась уже давно. И вот 14 июля в теплой домашней обстановке был открыт обновленный читальный зал, на ремонт и обустройство которого ушло всего три недели. Читальный зал, который был, он был настолько мал, мы действительно его в прошлом году ремонтировали. Но увеличивается количество посетителей, увеличивается сам подход к работе и интерес. Поэтому условия были уже неплохие, но очень небольшой зал. Поэтому мы пошли на то, что расширили вот этот вот зал. У нас здесь была библиотека, библиотеку мы переместили, а здесь сделали вот такой читальный зал. Обновленный читальный зал включает в себя 28 посадочных мест, 4 компьютерных и 2 дополнительных. Таким образом, одновременно здесь может работать 34 человека. Раньше читальный зал вмещал лишь 16 посетителей. Кроме того, теперь у работников архива появились отдельные рабочие места. Также была оборудована комната, где работающие в читальном зале исследователи смогут перекусить. Так что теперь все посетители архива смогут изучать историю родного края в комфортных условиях. Все люди, которые занимаются историей, занимаются краеведением, могут прийти в государственный архив и в нормальных, комфортных условиях, где им никто не будет мешать изучать историю родного края, заниматься краеведением, заниматься своим творчеством, искать своих родственников. Главную цель, которую ставят перед собой работники Государственного архива Рязанской области – создать лучшую архивную службу. Открытие читальных залов – это лишь первый шаг. Далее планируется создание оцифровочного центра. Сейчас в электронном виде можно ознакомиться лишь с незначительной частью архивных документов. А вот к интернету компьютеры читального зала не подключены. Мы специально это сделали, потому что, вы знаете, в интернете можно посидеть и дома. А здесь только тот массив, который мы им предлагаем, очень интересный, уникальный. Есть еще одна особенность, и я думаю, вам это тоже будет интересно. Там ничего нельзя изменить. Там можно только прочитать. Помимо компьютеров, зал оборудован камерами видеонаблюдения, а для каждого посетителя предусмотрены отдельные столы. Первых исследователей обновленный читальный зал примет уже в ближайший понедельник. Какое счастье прикоснуться к истории. Если бы можно было прожить еще одну жизнь, я, наверное, стала бы архивистом. Вот такие записи оставляют посетители Государственного архива Рязанской области в книге отзывов и предложений. Ну а теперь с открытием обновленного читального зала наверняка и посетителей, и подобных отзывов станет еще больше.